Друзья мои, каждому боксеру нужно постоянно развивать свою силу удара. Сила удара должна быть в прямом ударе, в боковом ударе и в ударе апперкот. Ну, конечно же, еще ударчики по печени, по корпусу и так далее. Сейчас я на данный момент вам покажу три главных упражнения, когда на улице вообще нету никаких гантель, штанг, никаких возможностей с эспандером поработать. У вас есть просто тупо свалка, и вы на свалке, слава богу, что нашли заброшенное колесо. Вот это настоящий тренажер, который нужен вам для того, чтобы отработать силу удара. И он реально работает, и очень классно работает. И, кстати, по поводу экипировочки, если нужна кому-то экипировочка, боксерские перчаточки, вот, посмотрите внимательно, высшего класса мы используем, и все наши спортсмены пользуются этими перчаточками. Вот, я вам рекомендую, ссылочка на эти перчаточки находится внизу, в описании под этим видео. Недорого и очень качественно. Бывает такое, что вы поехали в командировку, или в деревню, или просто тупо в лесу, и надо заниматься, и там этого ничего нет. И вот он, наш спасательный круг, это колесо. Желательно, чтобы оно было небольшого размера, потому что будет вам очень тяжело. Ну, в общем-то, под каждую комплектацию подбирайте сами. Я взял специально небольшое, для того, чтобы вам грамотно показать три вида ударов, три вида упражнения для развития силы удара. Давайте начнем, сейчас поговорим о боковом ударе. Самое главное, вы сами понимаете, что это постановка кулака. Ну, постановка кулака бывает разная, при ближней дистанции, при дальней дистанции и так далее. Но нам на данный момент нужно сейчас соответствовать именно более-менее грамотной постановочке кулака, так как идет рука, потому что мышца у нас не одна, мышцы у нас волокон очень много, и если будет неправильно поставлена траектория движения руки, то это не те мышцы будут развиваться. Значит, сейчас вы делаете движение назад, отводящее, и резким движением делаете в сторону, вперед движение руки. Потом вы перехватываете колесо и делаете движение, опять же, правой рукой, вот в таком плане, давай. Самое главное, чтобы ваша рука шла вот в таком режиме, потому что точно так, как идет удар рукой, точно также должно быть движение именно с колесом, никак не по-другому, не в горизонтальном положении, а именно вот в таком вертикальном положении, потому что вы держите колесо вот так вот, а точно так же идет постановка кулака. Удар, раз, и раз, и раз, назад отводим медленно, спокойно, а потом делаем резкое, мощное, интенсивное движение с ускорением вперед. Вот он идет удар. Так же самое и здесь. Сейчас мы переходим к удару о перкот, снизу, вы сами понимаете, удар о перкот идет у нас в постановке руки, обязательно не вот в таком положении, потому что мы можем держать колесо именно вот так вот, и будем болтать его снизу вверх, это неправильно. Окончательная часть движения руки должна быть в постановке вот в таком горизонтальном положении, и ладонь к вам, а значит, когда вы опускаете колесо вниз, вы можете его опускать вот в этом положении вертикальном, а потом, когда идет рука вверх, вы должны эту ручку поднимать в горизонтальное положение, обязательно в горизонтальное положение, с вертикального в горизонтальное положение. Спокойно, не спеша выполняем это упражнение. Вниз одной рукой и вверх, перехват вниз, вверх, перехват, вверх, перехват, вверх, перехват, вот, я имитирую реально апперкотный ударчик, смотрите, раз и, вот, и можно одной рукой одно и то же движение, но лучше делать с руки на рукой. А ещё, если перекидывать будете, вот, и, 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 перейдём к заключительному третьему упражнению, это третий удар, прямой удар рукой, как вы сами прекрасно знаете, прямой удар наносится от себя, от слова прямо, вот, здесь с колесом будет немножечко неудобно, потому что в реальности нужен прихват, а прихват здесь практически нереален, берёте колесо с правой, с левой стороны, в зависимости просто, как вам будет удобно, не у каждого рука обхват бывает, и от себя, от грудной клетки бросаете вперёд, вот, обязательно немножко присели, и когда встаём, тогда выбрасывай, присел, вот, в таком ракурсе должна быть работа, и раз, 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 два, три, вот, я вам показал три вида упражнения, три вида удара, прямой, боковой и оперготик, количество подходов вы можете сами варьировать, и в повторении, сколько в каждом подходе, это на ваше же усмотрение, так что смотрите сами, и я вам рекомендую, смотрите, поработали с колесом с отягощением, потом вы берёте боксёрские перчатки, они же, конечно же, гораздо легче, но всё равно это утяжелители на ручке, вот, одеваете перчаточки и выполняете те же самые упражнения, именно в перчатках, хотя они и гораздо легче, но всё равно они имеют определённый вес, ваш боевой вес, и поработали прямые ударчики, боковые ударчики, и удары пикрукот, короче говоря, вы поработать должны бой с тенью, после того, как вы поработали в перчатках, вы опять же снимаете перчатки, и работаете тот же самый бой с тенью, голыми ручками, вот, но вы можете варьировать, вы можете поработать и с колесом, один подходик, например, потом после работы с колесом вы работаете бой с тенью, потом обратно же берёте колесо, работаете с колесом, вот упражнение, потом одеваете, например, боксёрские перчатки, и работаете в перчатках и без перчаток, вы должны всё время варьировать, когда вы работаете с тяжёлым весом, у вас загружаются руки, вам реально сильно, очень как боксёру нельзя забивать мышечную систему, вы должны её разбрасывать, потом вы должны работать с голыми руками, и тогда вы будете чувствовать после отягощений, как легко работает с руками. Желаю вам спортивных достижений, отличного здоровья и побед, как всегда, по жизни и в ринге, кстати, по поводу перчаток, напоминаю, ссылочка на товар находится внизу, в описании под этим видео. Будьте здоровы, живите богато, занимайтесь спортом, подписывайтесь на канал, дальше будет очень много интересной информации.